здравствуйте друзья у нас сегодня небольшой лекционный материал по китайской философии если что это вторая лекция посвященная обзору китайской философии на этот раз я попытаюсь сделать эту тему немножко более раскрытой и попробую раскрыть немножко в другом ключе в общем для начала да я составил небольшую таблицу которая поможет нам разобраться во-первых в периодизации а во вторых в мыслителях и в отношениях этих мыслителей к разным школам соответственно прежде всего вот вот это вот то что мы здесь видим это эпоха 100 школ в эпоху 100 школ было отнюдь не 100 школ да известно 6 конфуцианство маизм лигизм даосизм школа имен или миндзя и школа иньянь среди конфуцианцев известны три мыслителя наиболее известны три мыслителя это кунзи мэнзы суньзы всех сегодня рассмотрим среди маистов ну самым известным является конечно основатель маизма модзы ну и поздние маисты они также известны своими наработками в том числе в области теории познания среди легистов известные гуаньчжун шаньян шиньбухай и ханьфэйдзи их мы тоже рассмотрим среди даосистов наиболее известные янзы лао дзы и джуанзы из именно вот это вот даосов из даосов эпохи ста школ наиболее известны трое школы имен нас интересует прежде всего двумя именами это хуэйши и гуньсунь лун два известных персонажа к школе иньян принадлежит известный историк китайской философии условно можно сказать один из первых систематизаторов истории китайской философии дзоу янь значительно позже уже в ханьской империи появится такое конфуцианский мыслитель который будет при этом использовать различные аспекты школы иньянь его зовут дунь джун шу дунь джун шу очень интересный мыслитель потому что он один из немногих кто воспринимает стихи китайские усин опять стихи как нечто вот стихийное собственно как собственно нечто стихийное что опять же вызывает нему интерес потом обновленные учения так называемые него конфуцианство нео-даосизм ну и впоследствии еще и китайский буддизм китайский буддизм трудно назвать обновленным но вот здесь я из-за приставки нео из определенных соображений решил не рассматривать периодизацию никаким образом ну потому что это довольно трудно я решил не осложнять непосредственно текст лекции дополнительным контентом среди космологов неоконфуцианцев нам интересны хань юй джоу дунь и и шао юнь шао юн наиболее интересные вот но наиболее джон джоу дунь и один из самых известных и шао юн но мы их рассмотрим учение али это учение чен хао чен жу чен и и джу си тоже очень известные мыслители учения ли в рамках неоконфуцианство но тоже одно из наиболее таких вот интересных мы его рассмотрим учение о сердце основатель этого учения лу джу юань и продолжатель и самый знаменитый представитель это ван ян мин или его второе имя ван шоу шэнь как вам тут удобнее называть среди нео даосов выделяется санси и гусян гусяна мы рассмотрим китайский буддизм вещь довольно интересно во первых довольно многогранная мы не будем разбирать то что китайский буддизм скопировал индийского это наименее интересное что можно делать потому что в китайском буддизме мы встретим всю ту же мат чемику мы встретим ту же самую йога чару и как бы зачем зачем уже есть отдельная лекция про индиума про буддизм отдельная лекция, можете туда нырнуть, посмотреть. Мы обратим внимание на собственно китайские школы, это Чань Буддизм, Тянь Тай и Цзунь, школа Тянь Тай и школа Хуаянь. И вроде бы еще школа чистой земли, я ее здесь не прописал, и вроде бы мы ее просмотрим тоже дальше. Таблица достаточно простая, она поможет вам ориентироваться в наиболее знаменательных, в общем-то, мыслителях Китая, наиболее известных, наиболее значительных. А теперь давайте начнем собственно с лекционного материала. Таблица должна была систематизировать у вас в голове непосредственно мыслителей. Данный текст я выложу ВКонтакте, можете скачать его, если что. Так вот, начнем с самого начала. Данная лекция будет являться обзорной, но попытается собрать в себе все важнейшие имена китайской философии. Она предназначена для людей, которые только пытаются изучить эту интересную тему. Из-за обзорности мы будем стремительно пролетать сквозь века и порой даже путать хронологию, чтобы было проще, понятнее и логичнее. Ну, например, как мы будем путать хронологию? Мы сразу пройдем кунзы, мензы и суньзы, хотя это люди, жившие в разные эпохи. Хоть они и просто конфуцианцы, представители определенной школы, мы их все равно разберем всех вместе. Вот такой вот подарочек. Придется так это делать. И вы должны понимать, что это люди из разных эпох, мы не будем разбирать их в хронологическом порядке. Просто конфуцианцы в папочку конфуцианца у нас попадают. Не будем пока разбирать как-то иначе. Так вот, эпоха 100 школ, которую мы сейчас разбираем. Древнейшая для китайской философии эпоха. Период наибольшей конкуренции между наибольшим количеством направлений мысли. По временным рамкам данная эпоха сопоставима с классической античной философией, то есть Сократом, Платоном и Аристотелем, а также с ранним эллинизмом. Ну, тогда, когда зарождался стоицизм, скептицизм, кинизм и так далее. Плюс-минус, плюс-минус век другой, в общем, эпоха 100 школ попадает туда же. Что интересно. Что интересно. Школ, конечно же, было далеко не 100. Опять же, повторюсь, далеко не 100. Она называется эпохой 100 школ, потому что было очень много разных мыслителей, у которых были разные идеи. Но школ, судя по всему, было далеко не 100, потому что перечисляются только шесть из них. Самое главное это жуизм, то есть конфуцианство. Жуизм на китайский, по-китайски называется конфуцианство. Жу-ученый. Книжник. Человек, который читает, короче, который много читает. В библиотеке сидит. Короче, библиотекарь, проще говоря, библиотекарь. Да, жуисты. В общем, это своеобразные такие ученые. Также известны жуисты, даосы, маисты, легисты, представители школы Миндзя и Иньяндзя. Относительно того, что такое дзя, это как раз вот мы можем перевести это как школа. Вы можете убедиться еще и в том, что есть такая приставка дзы, это значит учитель. Ну, кун дзы, конфуций. Мы переводим его, латинизируем его, как конфуции, но это кун дзы на самом деле. Мэн дзы, учитель мэн, учитель кун и так далее, так далее, так далее. Это такие вот учителя. А дзя это школа. Школа, в рамках которой вот что-то выдвигается. Иньян дзя. Учение оин и янь, короче. Целая школа, люди собрались. Не значит, что только они занимались проблемой иньян, но они в том числе. Переходим к основному. Конфуцианство. Известное на западе как конфуцианство, данное учение стало одним из доминирующих в Китае. По сути, это школа чтецов ученых, которые назывались жу. А потому и название школы на деле звучит жу дзя. Сердцевиной конфуцианства является этическое учение, которое напрямую предназначено для того, чтобы быть перенесенным на политику. Основа конфуцианства это пять добродетелей. Жень, человеколюбие. И. И. Это отдельное слово. И. Правда и справедливость. Ли. Ритуал. Кстати, слово ли может иметь множество разных значений в зависимости от того, как, в общем, произносится данный слог. У китайцев все очень сложно, поэтому одни и те же, как бы, вроде бы слова на русском. Там много ли, 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 ли. Они будут означать разные, в общем-то, вещи. В данном контексте, при данном произношении, я не буду правильно по-китайски это произносить, само собой. Ли. Это ритуал. Джи. Также следующий добродетель, то есть рассудительность или мудрость. А также синь. Доброе намерение. Государством в идеале должен править благородный муж, обладающий пятью добродетелями вышеописанными. А также и тогда, и тогда в Поднебесной наступит покой. Слово «поднебесная» будет упоминаться очень часто в китайской философии. Ну, вот такое вот дело. Поднебесная. Чисто стилистически это очень важно, да. Таковыми, по мнению Конфуция, были совершенно мудрые императоры прошлого. Ну, и, к слову, Конфуция считал, что он не придумывает ничего нового, а лишь передает из древности то, как нужно поступать. Это тоже очень важно понимать. Конфуция не постулирует себя в качестве оригинального мыслителя. Конфуцию, собственно, все вот эти вот наши мыслительные вывихи не нужны. Не нужны. Ну, давайте разберем Конфуция немного, да. Кунзы или Конфуция считается основателем школы Жудзя. Нам мало известно о том, как он сформулировал или доказывал свои положения, потому что его философских текстов не сохранилось. О взглядах Кунзы судят по тексту Луньюй, который был написан его учениками и представляет собой совокупность прескриптивных высказываний, которые чаще всего выполнены в форме простейшего диалога. Известно, что он занимался проблемой исправления имен. Ну, то есть, такой протологикой, работой с языком. Ну, то есть, тем, чем параллельно занимался еще и Платон. Платон в Древней Греции занимался проблемой исправления имен в ряде диалогов. Той же самой проблемой занимался с Кунзе. Так, он считал, что человек должен делать что-то только потому, что это нравственно, правильно, без каких-либо внешних принуждений. Судя по всему, Кунзе один из первых сформулировал, как это называется-то, золотое правило логики, не поступай с другим так, как не хочешь, чтобы поступали с тобой. Но утвердиться в этом нам довольно трудно, потому что, ну, мы судим о Кунзе, по большей части по тексту Луньюй. Также известно, что он исправлял пятикнижие. Известно, что он вроде бы написал текст «Весны и осени» господина Люя. Но там не философия. Там, собственно, не философия, к сожалению. И Кунзе это такой, знаете, своеобразный конфуцианский сократ. Почему он конфуцианский сократ? Ну, потому что он рассуждал преимущественно об этике. Философские трактаты его не сохранились. Вполне возможно, он их даже не писал. Философские трактаты очень важно тут заметить. Но при этом на его идеях базируется целая плеяда гигантских мыслителей Китая. То есть, Кунзе здесь занимает позицию такого своеобразного китайского сократа. Сказать, что он полноценный мыслитель, трудно по ряду причин. Но то, что Кунзе является фундаментом для последующего развития конфуцианства, это безусловно. При том, что Кунзе очень-очень похож на такого, знаете, мифологического персонажа. Впрочем, почти все греческие философы до Платона это мифологические персонажи чистой воды. То есть, здесь китайская философия повторяет судьбу философии непосредственно европейской, греческой, античной. Ну, вот такая вот параллель. Дальше идет Мензе. Значительно позже. Это один из наиболее авторитетных конфуцианцев. Считал, что человек по природе своей доброй. Напоминаю, да, что проблема того, каков человек по своей природе, она лежала в основании философии Европы вообще-то, нового времени. Об этом спорили Гоббс и Лок, а Мензе задолго до их рождения, за сколько? Да чуть ли не пару, чуть ли не за пару тысяч лет до их рождения сформулировал данную проблему и дал на нее свой ответ. И попытался доказать, кстати, ее. Но, например, в данном случае, например, он показывал, что ни один человек не сможет смотреть на то, как маленький ребенок падает в колодец, но этот человек у него как минимум что-нибудь в сердце екнет, ему станет неприятно, ему станет тяжело. И таким образом Мензе доказывал, что человек по природе своей добр. На самом деле способов доказательства там много. И в любом случае, в любом случае, Мензе здесь показывает нам множество притч, множество рассуждений, где он спорит с своими противниками. Если сравнивать это с платонизмом, Мензе можно назвать своеобразным конфуцианским Платоном. Кстати, действительно можно назвать его своеобразным конфуцианским Платоном. Сейчас узнаете почему. Так вот, Мензе доказывал идею Кунзе в своем известном трактате, одноименном известном трактате, который называется Мензе. Вообще, в принципе, не особо удивляйтесь тому, что многие трактаты, написанные теми или иными мыслителями, напрямую так и называются. Мензе. Там, например, да, Сунь Дзе. Читаем, король. Берем и читаем поименно. Модзе тоже, да, интересно. Так вот, Мензе и его школа считали, что космос это в первую очередь нравственный космос. То есть, нравственность у космос слита. На самом деле, тоже напоминает Платона мистификации на уровне совмещения нравственности и космологии. Это круто. Моральные принципы человека являются в то же время и метафизическими принципами космоса. А природа человека есть иллюстрация этих принципов. Данное учение будет взято на вооружение уже впоследствии неоконфуцианствами, несмотря на то, что, ну, конфуцианство немножко вот-вот-вот придержит вот эту вот тенденцию до лучших времен. Метафизики в конфуцианстве будет мало до лучших времен. Опять же, до лучших времен конфуцианцы не будут гадать, из чего состоит мир, какие там ли в вещах находятся и что там вообще такое существует. Пока что, пока что, пока что, да? Так вот, через полное развитие своей собственной природы человек не только может познать небо, но и стать единым с небом в том числе. У Мэнзы мы наблюдаем такие мистика-полутонические тенденции, при том следует заметить, что он их пытается доказывать, аргументировать. Он в своем тексте Мэнзы приводит различные и притчи, и истории, и рассуждения, и беседы, и доказательства просто. Вот пытается так или иначе свою точку зрения подтвердить. Мэнзы определенно является философом, это абсолютно бесспорно. Следующий персонаж во многом противоположный Мэнзы. Суньзы, тоже конфуцианец. Он утверждает, что изначально природа человека зла. Человек формируется в культуре. Культура делает его добрым. Призвание человека состоит в том, чтобы использовать даруемое небом и землей, и тем самым создавать свою собственную культуру. Культура делает человека хорошим и добрым впоследствии. Изначально человек, он как бы животное, он зол, он может быть агрессивен, он может огрызаться, он может вести войну всех против всех, но культура его облагораживает. Кстати, вообще вот эта тема с облагораживанием от культуры в китайской культуре, прошу прощения за тавтологию, очень сильно она зацепится. И вообще, когда будет вопрос идти о философии эстетики, музыки, например, будет такое своеобразное направление, которое отличает музыку и поэзию вэньскую, то есть хорошую культурную, от плохой, низкой. И это тоже будет связано в том числе с нравственностью. То есть некоторые направления китайской эстетики трактовали нравственность и эстетику в одном ключе. Эстетика и нравственность дополняют, собственно, друг друга. Культура облагораживает, культура делает те или иные позиции, в общем-то, благородными, а другие позиции неблагородными. И человек изначально плох. Это исходит из утверждения Суньцзы. Человек изначально плох, но культура делает его лучше. И это суждение противоположно суждению Мэнзы, и Суньцзы с ним, собственно, тоже спорят. Вообще, очень интересно, что такой спор возник в китайской философии задолго до того, как он возник в европейской. Также Суньцзы занимался исправлением имен. Интересно, да, опять же, проблема исправления имен. Вспоминается Конфуций, который этим занимался, Платон. Да вообще, все люди, которые философы с языком работали, ну, это по сути, по крайней мере, проблемное поле то же самое. Проблемное поле то же самое. Первые попытки работы с именами, с протологикой, с прото-какими-то значениями. То, что в человеке, то в человеке, чем он познает, называется способностью, пишет Суньцзы, познание. Да, это способность познания. То в способности познания, что соответствует внешним вещам, называется знанием. То есть здесь он сформулировал одну из теорий истины, которая придерживался, кстати, в том числе Аристотель. Что такое истина? Это соответствие наших собственных познаний внешним вещам. То есть соответствие наших представлений внешней действительности. Вот что такое знание по Сунь Цзэ. Интересное совпадение, да? Что касается логического использования имен, вот что Сунь Цзэ пишет. Имена присваиваются вещам. Когда вещи одинаково, они называются одинаково. Когда вещи различаются, они называются по-разному. Звучит пока что очень наивно, но вообще проблема осмысления языка, она очень древняя. Она очень древняя, она невероятно древняя. И начинать всегда с чего-то надо. Мы не сразу же получаем сложнейшие теории языка, разделения, наименования. Хотя, в принципе, здесь от треугольника Фрёги не хватает буквально одного элемента. Но это уже, знаете, это уже немножко о другом. Сунь Цзэ в данном плане тоже разрабатывает такую вот философию языка, что, безусловно, для него гигантский плюс. И плюс для конфуцианства. Плюс к тому он разрабатывает концепцию общества. Ранние конфуцианцы, они культовые, они невероятно сильны, они невероятно влиятельны. А вот и маизм. Давайте перейдём к маизму. Маизм — вымершая школа, к сожалению, и мы посвятим ей тоже достаточно много времени. Основатель маизма — Модзи. Модзи. Вообще, что такое маизм? Я сейчас, я тут ничего не написал об этом, что ж такое маизм на самом деле. Это группа, короче, странствующих военных чуваков, таких у них такие, ух, в доспехах классные ребята, невероятно военные наёмники, подготовленные, да. При этом они не очень любили войну, следует заметить, да. У них было своеобразное братство, в которое они вступили. Это братство возглавлял Модзи. И при этом в этом братстве управлял принцип всеобщей любви. Нет, это ни в коем случае не намекает на то, что у них были платонические связи, и даже не платонические, нет. Именно всеобщей любви в том плане, что все любят друг друга, да. Любят в хорошем смысле, не в эротическом. Так вот, согласно Модзи, принципы конфуцианцев разрушают поднебесную четырьмя путями. Во-первых, конфуцианцы не верят в существование божеств и духов. Кстати, да, конфуцианство же называется религией, а вот они не верят в существование божеств и духов. Поэтому божества и духи гневаются на них. А вот Модзи верил, кстати, в существование и божеств и духов, и небо у него особое было. Как, собственно, и у Мэнзы, кстати. Да, не все конфуцианцы не верили. Модзи немножко более ранний, чем Мэнзы. Тоже важно понимать это. Поэтому критика Модзи направлена на Конфуция и его учеников. Не на Мэнзи, у которого уже есть принцип неба, с небом можно слиться, мистификации разного рода, а на Конфуция. Мы немножко перепутали именно хронологию, но вот здесь я вот немножко упомяну вот этот вот момент. Так вот, второй пункт критики. Конфуцианцы настаивают на совершении сложного обряда похорон и соблюдении трехгодичного траура по кончине родителя, тем самым растрачивают богатство и силы народа. Еще также конфуцианцы уделяют большое внимание музыке, что ведет к тем же, абсолютно тем же результатам. Конфуцианцы верят в предопределенность судьбы, побуждая народ быть ленивым и покоряться судьбе. Так вот, давайте к содержанию. Мо-цзы был сторонником концепции всеобщей любви, что означало любить всех в равной степени, а не только приближенных. Конфуцианец больше любит родителей, чем чужаков. Конфуцианец больше любит друга, чем врага. А конфуцианец любит больше там свою жену, например, чем какую-нибудь там девушку в другом там городе, вообще совершенно незнакомую. Мо-цзы говорил об обратном. Он трактовал принцип человеколюбия вот в таком ключе, что мы должны любить всех одинаково. Не делать разницы между людьми. Я люблю вот того человека одинаково, и вот этого люблю одинаково, и родителя своего люблю одинаково так же сильно, как и совершенно чужого неизвестного мне человека. Это и есть принцип всеобщей любви Мо-цзы. Да, для Мо-цзы вот эта вот любовь к родителям отдельно, или к сыновьям, или к дочерям, или к женам, она была неприемлема, собственно, она не была неприемлема. Этика маистов гласила, наслаждаются поровну и страдают поровну. Но идея равенства возникает здесь. Если у конфуцианцев идеи равенства все еще нет, благородный муж хоть и любит людей, но он как бы потворствует действиями императора. Император не равен остальным. Для Мо-цзы принцип «наслаждайся поровну и страдай поровну» это принцип уже такой, знаете, социалистический, честно скажем, социалистический. Кроме того, Мо-цзы утверждал, что существуют духи и воля самого неба. Вообще, учение о небе в Китае довольно популярно. Китайцы очень любят небо. Небо оно, ух, какое интересное, замечательное небо. И китайцы с этими концепциями неба очень-очень-очень далеко уходят, в том числе Мэн-цзы и в том числе Мо-цзы. Мо-цзы – учение о небе. Небо своеобразная получается, по сути, оживленная сущность, которая управляет тем, что происходит на земле. Разделение дихотомии неба и земли тоже здесь проявляется. Поздние маисты во многом развивали и доказывали учение Мо-цзы. Но также у них были другие интересные аспекты. Например, выдвинутая в маистских канонах эпистемологическая теория, которая представляет собой своеобразный наивный реализм. Существует, утверждает она, некая познающая способность, посредством которой познают, но которая сама не с необходимостью познает. Причина этого в том, что для того, чтобы знать, познающая способность должна противостоять объекту познания. Знание – это то, в чем познающая способность встречается с предметом и может принять его вид и форму. Кроме чувственных органов познания, таких как зрение и слух, существует еще и разум, посредством которого понимается предмет познания. Другими словами, разум интерпретирует впечатления от внешних объектов, доставляемых ему чувствами. Имя – это то, что говорится о вещи, а факты – это то, о чем говорится. Довольно интересная тоже концепция, наивный реализм, при этом с допущением того, что небо-то все равно живое, и тут как-то доказывать это приходится довольно трудно. Но ладно, это уже другой вопрос. Теория познания такая у них была. Теперь легисты. Следующая школа – легисты и, собственно, законники. Как можно перевести, да? Легисты пытались создать правильную теорию управления государством, которая чаще всего игнорировала нравственный аспект. Легистов называли «люди-метода». Нередко они были придворными управителей или сами были правителями, как Шаньян, например. Вот. Один из самых первых легистов – Гуанчжун. Он упоминается в некоторых текстах, при том, вроде бы, у Мэнзы, как бы он упоминается. Ну, с Гуанчжуном мы его оставим в покое. Наиболее интересно, чтобы вот запомнить вот эту систему Шишуфа. Шишуфа. Вот эти штуки, да? Нам важно их запомнить. Было 4 мыслителя, 4 пацана. Шэньдао, Шаньян, Шэньбухай и Ханьфэйдзи. Каждый из трех первых – Шэньдао, Шаньян, Шэньбухай – выдвинули по своему принципу управления. Это очень важные принципы управления, которые лежали в основании их теории, в основании их метода. Вот они делали акцент на чем-то одном. А вот Ханьфэйдзи соединил в себе и Ши, и Шу, и Фа. Сейчас давайте разберемся, что такое Ши, Шу, Фа и кто такие вот эти вот Шэньдао, Шаньян, Шэньбухай и что они говорили, да? Шэньдао выдвинул один главный принцип для управления – это власть или авторитет. Нет, управлять надо жестко, управлять надо своим авторитетом, вас должны все уважать. Если вы правитель государства, самое главное, на что вы должны рассчитывать – это власть, это авторитет, это ваша, собственно, мощь, это ваша сила. То есть, понимаете, да, вы должны внушать страх, вы должны быть авторитетным, вы должны быть мощным и замечательным. Вот что предлагает Шэньдао. Шаньян с ним не согласен. Шаньян утверждает, что главный принцип управления – это, собственно, Шу, что и означает метод или искусство управления. Шаньян предполагает, что важно искусно управлять людьми. Искусно это делать, делать это правильно, делать это технично, делать это хорошо. Если вы будете допускать множество ошибок, ну да, допустим, власть, авторитет, вас все боятся, но люди голодают и умирают, и у вас становится меньше подданных, соседнее государство на вас нападает, и конец, до свидания, вы мертвы. Не очень хороший расклад, в общем-то. Поэтому для Шаньяна метод или искусство управления, собственно, является самым главным принципом в управлении государством. Шэньбу Хай противопоставляет вот тем двум принципам свой принцип, который называется Фа. Фа означает закон, предписание. В государстве должен быть правильный закон, все должно быть прописано, предписано. Все должно быть правильно, правильно составлено, должно быть обязательно какое-то, в общем-то, законодательство, в рамках которого должны существовать все люди. Хань Фэйдзи – кульминация, собственно, легизма. Один из самых знаменитых легистов, один из самых значимых легистов, объединяет все три принципа. Он утверждает, что у главного правителя должно быть и Ши, и Шу, и Фа. То есть авторитет, искусство управления и хороший закон. Без какого-то из этих элементов все может, в общем-то, закончиться довольно плохо, к сожалению. Поэтому Хань Фэйдзи придерживался такого интересного принципа. Теперь давайте двинемся к даосам. Поскольку даосы вроде бы менее политизированы, их вообще, их теория правителя, она довольно странная. Ну, вы сейчас узнаете, да? Даосизм – это довольно сложная религиозно-философская традиция в Китае, которая базируется на понятии дао. Данное направление занималось развитием китайской антологии и метафизики. Ну, а также эта антология и метафизика перекидывалась и на этику, и на политику. Ну, то есть политика и этика для китайской философии очень важны. Начиная с Конфуции, вообще захватывая почти всех. Просто были школы, которые занимались только этикой или только политикой. Остальные вопросы их вообще мало интересовали. Но даже те школы, которые занимались антологией и метафизикой, в свою очередь, они все равно в итоге переносили их на этику и политику, потому что для китайцев это самая важная часть дискурса, собственно, философского. То есть, если школа не обсуждает то, как нужно делать, то, как нужно управлять государством, то, как нужно себя вести, то зачем она нужна, получается. В этом смысле китайская философия во многом созвучна с философией эллинизма уже. Потому что философия эллинизма, она хоть и не концентрировала внимание на политике, но она концентрировала внимание именно на этической составляющей. Вообще философия после Сократа до определенного момента очень много нравственных всяких поучений, стойки, по сути, нравственностью занимались, ранние скептики занимались вопросами этики. Почти все киники, киники, главный вопрос киников это этика тоже. Ну и здесь та же самая проблема. Даосы наиболее оригинальные представители китайской философии. Давайте же рассмотрим. Одним из прародителей даосского, в общем-то, учения считается Ян Цзи. Что же считал Ян Цзи? Для великой выгоды Поднебесной я не отдал бы и волоска на своей голени. Сохраняй жизнь и то, что истина в ней, не позволяй вещам опутать себя. Идея долголетия, безопасности, антигосударственности и бездействия. Вот что мы видим у Ян Цзи. Ян Цзи действительно считал, что лучше уж жить самому и не пожертвовать вообще ничем ради спасения всей Поднебесной. Если мы посмотрим и увидим, что вот какой-нибудь там большой-большой дракон китайский, красный такой внедышащий, напал на город и разрушает его. И уничтожить его может только Ян Цзи, вырвав буквально один волосок со своей голени. Ян Цзи этого не сделает по своим принципам. Самое важное спасти себя, самое важное самому остаться целым и живым. Самое главное долголетие, самое главное не миру, в общем-то, потворствовать. Самое главное оставить мир в покое и жить самому. И сделать так, чтобы мир оставил в покое тебя, кстати. Эти идеи о том, что мир оставил бы тебя в покое, Ян Цзи, потому что он в горах много сидел на самом деле. Ну, легенды ходят, что это мыслитель, который путешествует даже на облаках. У него облако есть, он там по горам путешествует на облаке, сидит в позе лотоса, типа. И путешествует по горам. Такой образ потом, в общем-то, у Ян Цзи появится. Так вот. Так вот, это персонаж, безусловно, легендарный. И вот такие у него были этические постулаты, которые в итоге перейдут в то, что мы знаем уже у Лао Цзи. Так что же, так что же. Перейдем к Лао Цзи. И основной текст Дао Дэ Цзин. Кстати, вот один из немногих текстов, который отличается от имени. То есть, это не Лао Цзин называется текст, а Дао Дэ Цзин. Дао – это безымянное. Основа всех вещей. Мать всего. Оно не может быть выражено в словах. Это начало неба и земли. Когда вещь достигает предела, то она... Один из главных законов даосизма. Когда вещь достигает предела, то она переходит в противоположное. Диалектика, кстати, да. Возвращение – это движение Дао. Сильная буря не продержится целое утро. Сильный дождь не продержится весь день. Самые уступчивые вещи в Поднебесной правят самыми неуступчивыми. Жизнь – следующее Дэ. Дэ – это естественно. Дао – Дэ. Сначала есть Дао. Когда уходит Дао, появляется Дэ. И Дэ – это естественность. Позволять миру быть таким, как он есть. И позволять самому себе быть таким, какой вы, собственно, есть. Не пытаться себя искусственно исправить. Не пытаться наложить на себя какие-то оковы культуры. Не пытаться наложить на себя все, что вот-вот вокруг происходит. Непосредственно Лао Цзи видел, как конфуцианцы пытались исправить человека, его природу, его сущность. Пытались внушить человеку какие-то этические предрассудки, которые ему изначально были несвойственны. И, собственно, отсюда возникает концепция Дэ – естественного, противоположного всему этому конфуцианскому, искусственному. Вот этому Жень, человеколюбию, который на самом деле в итоге порождает еще больше ненависти. Потому что, когда появляется человеколюбие, как термин, как понятие и как сущность, как нечто исповедуемое, появляется и человеконенавистничество. Если до этого не было ни человеколюбия, ни ненавистничества человека, человека-ненавистничества, то после появления человеколюбия появилось и второе автоматически. Было добро, появилось зло, собственно. Из него, из добра, собственно, потому что без добра нет и зла. Было, не было красоты, появилась красота. И сразу же появилось уродство, начали различать. Начали делать искусственные развлечения между тем, что то, что было изобретено, и противоположным. И это порождает, собственно, несчастье, боли, горе. Это разрушает, на самом деле, Поднебесную, это делает ее неестественной. Все неестественное разрушает Поднебесную и самого человека. Делает человека хуже, собственно, да. Вот. Жизнь, следующая Д, лежит за пределами разграничения добра и зла. Лао Цзэ говорит, когда все в Поднебесной узнают, что прекрасное это прекрасное, сразу же появляется безобразное. Когда все в Поднебесной узнают, что добро это добро, сразу же появляется и зло. Поэтому Лао Цзи презирает такие конфуцианские добродетели, как гуманность и справедливость, ибо полагает, что они представляют собой вырождение Дао и Де. Поэтому он говорит, когда Дао утрачено, появляется Де. Когда Де утрачено, появляется гуманность. Когда гуманность утрачена, появляется справедливость. Ну, закон получается, да, и так далее. Когда справедливость утрачена, появляется ритуал. Ритуал это вырождение верности и искренности, и начало беспорядка в Поднебесной. Кстати, конфуцианцы очень сильно на ритуал напирали. Лаос формулировал идею недеяния, увы, и думал, что с его помощью и должен править государь. То есть никак. Увы, это по сути такая вот хакуна матата. Ну, на самом деле, да, забудь заботы, в общем, забудь заботы и, в общем-то, ничего не делай лишнего. Поддавайся течению. Есть поток, есть течение, есть дау. Плыви по дау, будь естественен. Не сопротивляйся, не думай, что ты умнее дау, не думай, что ты можешь нас всех перехитрить, друг. Не думай, что ты такой умный. Сейчас все увидишь, короче. Сейчас сам все увидишь, сам на все посмотришь. Просто chill out, успокойся, не нервничай. Все отлично, все замечательно, хватит. Хватит плыть против течения. Течение тебя унесет дальше, силы не будешь тратить. Просто расслабься и получай удовольствие, как говорится. Все. Все как бы. Вот это, увы, принцип недеяния. Это не значит просто сел, ничего не делаешь. Делай то, что естественно. Делай то, что не противоречит Д. Не придумывай себе гуманности, красоту. Не наслаждайся там этой красотой. Не умножай эту красоту. Не умножай добро. Делай то, что естественно. Это как бы, это твой предел. Выше этого не перепрыгнешь. Ты попробуешь перепрыгнуть, ты стараешься весь. Ты все испортишь, сделаешь себе хуже, другим хуже сделаешь. В конце концов устанешь. Все свои жизненные ресурсы потратишь. И как янзы, ну в общем пожертвуешь всеми волосами на своей голени. Но на самом-то деле ты ничего не спасешь в итоге. Ты наоборот сделаешь хуже. Ты покажешь другим пример, другим покажется, что твой пример хорош. Они подхватят от тебя этот пример. И будут умножать добро, но вместе с умножением добра умножается зло. Вместе с умножением прекрасного умножается безобразное. Вместе с умножением справедливости умножается несправедливость. Это все взаимосвязано. Чем больше законов, тем больше их нарушения, собственно. И здесь Лао Цзи, он исповедует такую концепцию недеяния. И правитель тоже должен быть недеятельным. Следующий известнейший даос это Джуан Цзи. Джуан Цзи во многом повторяет и доказывает идеи Лао Цзи. Потому что у Лао Цзи мы опять же встречаемся с большим количеством прескриптивных и дескриптивных высказываний без какого-либо доказательства. Просто вот-вот держите. Держите учение про Дао. По сути как у Конфуция. Вот вам учение про Дао. Джуан Цзи развивает, доказывает, дополняет. Ну и кое-что добавляет своего. Так вот, нивелировка является источником искусственности. Цель всех законов, морали, институтов и управления в том, чтобы установить единообразие и подавить различия. Джуан Цзи яростно противится идее управления через формальную машину государственного аппарата. И провозглашает, что наилучший способ управления состоит вне управления, ну увы, недеяния, не управления. Когда живешь, повинуясь велениям времени, печаль и радость не завладевают тобой. Даосы утверждали, что совершенно мудрый, полностью понимающий природу вещей, избавляется от чувств. Это не означает, однако, что он лишен чувствительности. Скорее, это значит, что чувства его не беспокоят, и он наслаждается покоем в душе. Одна из наиболее интересных школ среди вот тех ста, среди тех ста знаменитых, да, это школа имен или Мин Дзя. Мин имя, да, Мин Дзя. Один из самых главных представителей это Хуэй Ши. Хуэй Ши – современник Джуан Зы, и в тексте Джуан Зы сформулированы все его известные парадоксы, с которыми мы сталкиваемся. Следует заметить, что это школа, и нередко зовется школой софистов, но я это воспринимаю в довольно хорошем смысле. Школа софистов, она интересная. Хуэй Ши сформулировал 10 парадоксов, которые мы сейчас перечислим. У самой большой вещи нет ничего, кроме нее. Она называется единицей большего. У самой маленькой вещи нет ничего. Это называется единицей малости. Следующий парадокс. То, что не имеет толщины, нельзя складывать в стопку. Тем не менее, оно имеет размер в 1000 ли. Ли – это единица измерения. Вы поняли, да, в общем, проблема у китайского языка. Ли на русском алгоритм, ну, это 1000 ли имеет. Да, Ли – это, во-первых, выгода. Вроде бы, да, выгода же тоже. Ли – это, собственно, сейчас, давайте я вспомню. Попробую вспомнить, что это у конфуцианцев. Не смогу, наверное, опять же. Я вот все время забываю вот эти вот штуки. Очень важная штука у конфуцианцев. Да, Ли – это ритуал, ритуал. Это выгода, это ритуал. Это еще единица измерения. И потом китайцы будут еще вот Ли. Ли – вот этот звук, который нас интересует, Ли, да, они в этом смысле еще будут использовать его еще для одной мистической концепции, о которой мы поговорим позже. Вот такая вот незадача при изучении китайской философии. У них-то все это разными иероглифами обозначается. Им проще в этом смысле, да, а нам трудно. Так вот. Небо низко, как земля, горы и болота на одном уровне. Вот что писал Хуэй Ши. Следующий, в общем-то, парадокс. Солнце в полдень – это закат. То, что рождено, это то, что умирает. Ну, солнце в полдень – это закат. Почему? Потому что, ну, полдень добралось до верха, и солнце дальше ползти может только вниз, и оно постепенно, ну, закат происходит. Даже нам кажется, может быть, день в самом разгаре – это все закат идет. Такой длинный-длинный-длинный закат. То есть, понимаете, Хуэй Ши играет с понятиями, со значениями, с величинами, и приходит к тотальным парадоксам. Большое сходство отличается от малого сходства. Это называется маленьким сходством и различием. Все 10 тысяч вещей похожи, и все разные. Они называются великими сходствами и различиями. Следующее, южный регион не имеет предела, но есть предел. Следующее, я отправился в Юэй сегодня и приехал туда вчера. Потому что все относительно, да? Я могу отправиться сегодня, сказать, да, я отправился сегодня, а приехал вчера, ну, через несколько дней, скажу, я приехал туда вчера. Связанные кольца можно разделить. Следующий парадокс. Я знаю центр мира, это к северу от Йены и к югу от Юэ. Тут тоже парадокс, на самом деле. Если я не ошибаюсь, и Йены и Юэ, то есть север от Йены, это вроде бы Йена самая северная точка, а Юэ самая южная, если я не ошибаюсь. В древнем Китае, и поэтому я знаю, где центр мира, это к северу от Йены и от Юэ, ну, то есть везде, получается, везде центр мира. Так вот, следующее высказывание. Пусть любовь охватит десять тысяч вещей, небо и земля одно тело. Вот. Куда нам более интересен Гунь Сюн Нун, потому что от него остался хоть какой-то текст, который называется Гунь Сюн Нун Зы. И он начинается с парадокса о белой лошади. Правильно ли назвать белую лошадь лошадью? Он говорит, белая лошадь не есть лошадь. Однажды, короче, Гунь Сюн Нун ехал, 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 ехал. И около ворот его остановили и сказали, с лошадьми нельзя. А Гунь Сюн Нун говорит, смотрите, так это же не просто лошадь, это белая лошадь. А белая лошадь не есть лошадь. И стражник его пропустил. Да. Вот. Так что же, лошадь это форма, собственно, ну вот, вот лошадь. А белый это цвет. То, что обозначает цвет, неприменимо для обозначения формы. Поэтому то, что можно сказать, что белая лошадь не лошадь. Если кто-то попросит у вас лошадь, то вы можете дать ему гнедую или черную, и он удовлетворится этим. Но если у вас попросят белую лошадь, то гнедая и черная не подойдут. Если бы белая лошадь была лошадью, то тогда бы она всегда удовлетворяла требованию лошади. То есть, он, видите, о различиях слов практически подбирается к проблеме универсалей на самом деле, что интересно. Человек в состоянии указывать только свойства отдельных вещей. Однако при этом он может говорить о мире в целом. Хотя мир сам по себе не является свойством чего-либо. Есть еще некоторые афоризмы. Один и один не образуют два. Так как ни один из этих объектов не является двумя. Ну, то есть, критика математики неплохо. Твердый белый камень не является тремя. Твердым, белым и камнем. А только двумя. Либо твердым камнем, либо белым камнем. Эти свойства существуют только по разу. Да, твердая и белая различны. Вот о чем утверждает Гунь Сунь Лун. Вот. Школа Инь-Ян. Школа Инь-Ян очень интересная школа. Вы, наверное, слышали о том, что Китай, Инь-Ян, у-у-у, там вот эти вот, да, противоположности замечательные. А вот такая вот тема. Да, поехали. Понятие Усин присутствует в школе Инь-Ян. Понятие и самой Инь-Ян присутствует в школе Инь-Ян. И понятие Усин здесь тоже развивается. Обычно переводится как пять элементов. Мы должны представлять их не статическими, но динамическими и взаимодействующими силами. Иероглиф Син означает действовать, делать. Усин пять действий. То есть пять действий на самом деле. Это деятельные принципы. Это не то, чтобы сами стихи, это деятельные принципы. Поэтому термин Усин, если его передать, буквально означал бы пять действий. Или пять действующих сил. Также их называют УД, пять добродетелей. Кстати, все добродетели Конфуция, все пять, они в итоге начали соотноситься с каждой из стихий. Их было пять. Ну и китайцы, они все соотносят с тем, чем можно соотнести. У них, короче, есть возможность. Чего-то пять, давайте соотнесем это с пятью стихий. Мис Усин. Ну, например, смотрите, сторон света сколько? Четыре. Но есть еще центр. Получается пять. Каждая из сторон света соответствует та или иная стихия из Усин. Еще и центру соответствует вроде бы земля. Вот так вот. Времена года четыре. Там еще как-то пятое что-то выделяется. Тоже интересным таким образом. Ну, неважно. Если чего-то четыре, можно привести к пяти. Очень хитрыми, всякими путями. И так далее, так далее, так далее. Вообще у китайцев интересная тема со всякими этими разделениями. Во-первых, деление на иньян. Все можно поделить на иньян. Многое можно поделить на Усин. И многое можно поделить по двенадцати годам, например. Вау, вау, вау. Интересно, да? Вот это вот интересная штука. Так вот. Так вот. Школа иньян утверждала, что пять элементов порождают и сменяют друг друга фиксированной последовательности. Что чередование сезонов соответствует процессу взаимного порождения элементов. Так, дерево доминирует весной, порождает огонь, доминирующий летом. Огонь, в свою очередь, порождает землю, господствующую в центре. Земля порождает металл, доминирующий осенью. Металл порождает воду, доминирующую зимой. А вода вновь дает рождение дереву и весне. Взаимодействие, взаимопорождение и взаимоуничтожение тоже очень важная тема в рамках темы Усин, если что. Одно уничтожает другое и порождает третье. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Система динамическая, постоянно взаимодействующая друг с другом. Дальше следуем про Инь-Ян немножко. Иероглиф Ян означает свет солнца, относящийся к солнцу и свету. Иероглиф Инь – отсутствие солнца, тень или темноту. Если я не ошибаюсь, это пошло от того, что вот у нас есть холм или гора. У горы есть солнечная сторона, которая на солнце, а есть затененная сторона. Инь-Ян. Вот отсюда это вроде бы пошло. Так вот, позднее Инь-Ян стали считаться космическими принципами или силами, представляющими, соответственно, мужское начало, активность, жару, свет, сухость, твердость и женское начало уже под Инь. То есть пассивность, холод, темноту, влагу, мягкость и так далее. Взаимодействие этих двух первопринципов порождает все космические феномены. Цзоу Яни, несмотря на то, что он думал обо всем вот этом, плюс ко всему, он еще создал философию истории у китайцев. И он был представителем школы Инь-Ян, да. Теперь перенесемся буквально ненадолго в Ханьскую империю. Здесь нас ждет великий мыслитель-конфуцианец Дунь-Джун-Шу, который смешал идеи школы Инь-Ян и Конфуция. Дунь-Джун-Шу. Дунь-Джун-Шу пытается примирить идею конфуцианства с более древними учениями о пяти первоэлементах из диалектики Инь-Ян. Положение своего учения он применяет каналом Джун-Шу, который в то время приписывали самому Кун-Зы. В центре его внимания оказываются проблемы взаимоотношений человека и неба, посредником между которыми философ видит императора. Император для Дунь-Джун-Шу посланник неба на земле. Задача правителя поддерживать на земле гармонию светлого положительного мужского начала и темного отрицательного женского начала. Когда он забывает о своих обязанностях, либо исполняет их ненадлежащим образом, небо насылает на землю засухи и наводнения. Конфуцианские ученые осмысливают значение посылаемых небом знамений и справляют заблуждение императора. Согласен Дунь-Джун-Шу в космосе 10 составляющих неба, земля, инь, иян и пять элементов. Дерево, огонь, земля, металл и вода. И, наконец, человек. Его идея инь-ян предельно конкретна. В космосе существуют эфиры инь-ян. То есть просто материи. Материя инь-ян. Люди все время погружены в них, подобно рыбам в воде. Различие между эфирами инь-ян и водой в том, что вода видна, а эфиры невидимы. Порядок пяти элементов данный Дунь-Джун-Шу отличается от представленного в Хунь-Фане. У него сначала идет дерево, затем огонь, затем земля, затем металл и, наконец, вода. Каждый из пяти элементов порождает в свою очередь следующий и побеждается предыдущим через одного. Дерево порождает огонь. Огонь – землю, земля – металл. Металл – воду, а вода – дерево. Таков процесс их взаимного порождения. Но дерево побеждает землю, земля – воду, вода – огонь. Огонь – металл, а металл – дерево. Таков процесс их взаимного преодоления. Дунь Джуншук, как и школа Иньян, утверждал, что дерево, огонь, металл и вода главенствуют над одним из четырех сезонов и четырех направлений компаса. Дерево над востоком и весной, огонь над югом и летом, металл над западом и осенью. Вода над севером и зимой, земля соответствует центру и помогает всем другим элементам. Смена четырех сезонов объясняется взаимопревращением Инь и Ян. Прошло много лет, иногда даже столетий, хронологию мы практически не учитываем, да? И появляется неоконфуцианство, неодаосизм, неодаосизм вроде немножко раньше, и соответственно в Китае развивается буддизм. Все прочие школы исчезают, ничего от них не остается, модзы больше нет, ну, маистов нет, легистов нет, школы Инь Ян нет, есть только конфуцианцы. Даосы и буддисты. Вот они, наши любимые. Неоконфуцианцы, в отличие от ранних конфуцианцев, начинают увлекаться огромным количеством проблем разного уровня. Прежде всего это проблема космологии. Джоу Дунь И, один из величайших мыслителей неоконфуцианства, сформулировал идею о великом пределе. Очень созвучная с Дао вообще эта штука. Так вот, великий предел движется и порождает Ян. Движение, достигнув предела, порождается в покой. Покой порождает Инь. Покой достигает предела и вновь становится движением. Движение и покой попеременно становятся источником друг друга. Инь и Ян разделяются, и две формы, то есть Инь и Ян, устанавливаются. Превращение Ян и единение Инь порождают воду, огонь, дерево, металл и землю. Пять стихий гармонично устанавливаются. Четыре сезона следуют своим чередом. Пять элементов. Это единое Инь, Ян и... Инь? Инь и Ян. Один великий предел. Великий предел коренится в беспредельном. Пять элементов порождаются. Каждый обладает своей собственной природой. Подлинность беспредельного. Это эссенция двух форм и пяти элементов. Отсюда возникает непостижимое единство. Так вот, смотрите, как интересно. Джо Дунь И взял вот это вот, вот это вот, Дунь Джунь Шу. Взял работу Дунь Джунь Шу. Смешал это с работами Лао Цзы. Лао Цзы. И у него получился еще великий предел. То есть, при этом он все еще конфуцианец как бы. Как видите, идеи предыдущих мыслителей, они не пропали. Они смешались в одну такую большую, интересную кучу. Большое-большое учение. Великий предел, инь и ян. Пять элементов. Все это вместе. Все друг друга взаимодополняет. Все это связано. Все работает по определенным процессам. По сути, пять элементов это законы природы. На самом деле, вы можете как бы... Вы можете как бы не то, чтобы думать о них в самом прямом смысле. Огонь это огонь, а дерево это дерево. Да, ну то есть, ну дерево же, да, вот оно дерево. Все в дереве вокруг там, да. Вот в тот период, когда написано, там все дерево. А потом там, не знаю, осенью все металл вокруг. Не, 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 ребят. Это про законы природы. Это про формы движения. Это про то, как все вокруг устроено, становится благодаря смене этих элементов. Например, осенью металл правит. Не значит, что вокруг металл. Это значит, что все работает по определенным законам в это время. И законы сменяют друг друга в определенной последовательности. Это способ описания мира с помощью пяти образов. Образов пяти элементов. С помощью которых мы уходим еще дальше в инь и ян. И в конце концов открываем некое единое, великий предел. Великий предел, за который невозможно заступить. С другой стороны, имеется другой интересный мыслитель Шао Юн. Он работал с гексограммами известными. Может быть, вам по тексту Идзинь. Хотя вряд ли мы его сегодня не обсуждали. Так вот, эта книга перемен называется Идзинь. Книжка перемен. Там и присутствуют гексограммы. Сейчас давайте я попробую вам это прорисовать. Вот, видите, три полоски. Полоски бывают либо целые, либо разорванные, либо разорванные. Комбинация целых и разорванных полосок дает нам несколько различных комбинаций возможных таких полосок в определенных позициях. И в итоге эти комбинации дают 12 гексограмм. 12 гексограмм. 12 гексограмм, собственно, представляют собой три целостные полоски. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, в общем, вот так вот мы идем дальше. Видите, где, 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 где. Вот оно, вот оно, вот оно. Целое, разорванное, разорванное ниже. И вот так вот идет по дуге, короче. Непосредственно. 12 гексограмм, все возможные комбинации гексограмм вот в такой вот интересной системе. Это броски костей, как бы, вот игральных китайских, на которых они гадали, на которых они пытались предсказать будущее, всякие, в общем-то, случайности. Так вот, все это Шао Юн описал через систему Ин и Ян. Всю систему гаданий, которая была в Китае, вот этих вот пророческих гаданий, которые влияли на то, как нужно поступать. Шао Юн все это прописал еще через систему Ин и Ян. То увеличивается Ин в гексограмме, то Ян. И все это напоминает вот такую вот волнистую линию. Одно сменяет другое. Как только одно достигает до предела, оно начинает убывать и движется вниз. Как только оно достигает предела внизу, оно движется вверх. Ничего не напоминает? Это Лао Цзэ вообще-то. Ну, то есть, это Лао Цзэ, только с учетом Идзин. Абсолютно прописывается, все это вписывается в систему Идзин, где вот эти вот гексограммы еще и через систему с Иньяном связанную. Сначала Ин, потом Ян. Ин, Ян, Ин, Ян. Вот такая вот схема. Так вот, после того, как влияние Ин достигает пика, на дне следующей гексограммы появляется Ян. Влияние Ян становится все сильнее, месяц за месяцем в гексограмме за гексограммой. Пока, в свою очередь, не доходит до вершины. Тогда на дне следующей гексограммы вновь появляется Ин. Влияние Ин растет до полного преобладания, затем вновь порождает Ян. И так далее, и так далее, и так далее. Как говорит Шан Юн, небо порождается движением, земля порождается покоем. Движение и покой взаимоопределяющее. И Дао небо, и земли исчерпываются. Движение начинается, и дао, небо и земли исчерпываются. Движение начинается, рождается ян, движение достигает предела и рождается инь, инь и ян, взаимопревращаются, и действия неба исчерпываются. Покой начинается, рождается мягкость, покой достигает предела и рождается твердость. Твердость и мягкость взаимоопределяются, и действия земли исчерпываются. Также нам очень интересен такой мыслитель, как Джан Зай, это тоже один из космологов непосредственно китайских. И это тоже своеобразный эклектик. Ну то есть мы видели уже эклектику даусизма, школы, в общем-то, иньян и конфуцианства. Там тоже конфуцианство везде есть на самом деле. Они не просто конфуцианцами называются, да? Так вот, Джанзай, он изобрел термин ци. Буквально ци означает газ, эфир, материал, из которого все состоит. Великий предел, не что иное, как ци, считал Джанзай. Великая гармония, это ци во всей своей полноте. Джанзай называет ее также блуждающей ци. Всплывание, подъем и движение, это качество Ян. И погружение, падение и покой, качество Инь. Под воздействием качества Ян ци всплывает и поднимается. Под воздействием качества Инь погружается и падает. Поэтому ци находится в постоянном процессе либо сгущения, либо рассеивания. Тогда ци сгущается, образуются вещи. Когда ци рассеиваются, вещи распадаются. Просто. Поехали дальше. Нас очень сильно интересует учение о Ли. Давайте попробуем разобраться. И начнем мы с мыслителя, который звался Чен Хао. Он полагал, что единство вещей важнейшая характеристика Жень, то есть гуманности. Познающий должен первым делом постичь Жень. Человек, Жень неотделим от всех вещей. Справедливость, благопристойность, мудрость и верность. Это все Жень. Познать эту истину, исследовать ей с искренностью и почтительностью. Вот все, что нужно. Дао не противостоит вещам. Словом, невозможно выразить это. Деяния неба и земли, мои деяния. Пишет Чен Хао. И это уже нас немножко настораживает и готовит уже к идее о Ли. Идею Ли... Вот Чен Хао и Чен И это братья на самом деле. Интересные ребята. Но оба мыслители. Очень великие китайские мыслители. Чен И уже рассуждал о Ли. Ли это Дао, который за пределами форм. Или, как сказали бы мы, абстрактная. Абстрактная категория. Почти идея Платона. Либо формы, но при этом за пределами форм, да, Аристотеля. Орудия же, то есть отдельные вещи в пределах форм конкретные. Согласно Чен И, Ли вечны и не могут быть ни увеличены, ни уменьшены. Он говорит, нельзя говорить о существовании или несуществовании, увеличении или уменьшении Ли. Все Ли полны. То есть, ну, у Платона идеи идеальны. А здесь у него они полны, видите? Так вот. И в них не может быть недостатка, что опять же соотносит нас с идеями Платона. Чен И описывает также мир за пределами форм, как пустоту, в которой ничего нет, но которая заполнена всем. Она пустота, потому что в ней нет индивидуальных вещей, но она полна Ли. Все Ли присутствуют там вечно, вне зависимости от того, проявляются они или нет в реальном мире. Это платонизм. Ну, прошу прощения, это очень похоже на платонизм, при том, что, ну, почти очевидно, что на Чен И никакой Платон влияние не оказывал. Джуси уже последователь, и он разбирает эту концепцию в своем ключе. То, что Син Тай за пределами форм и не имеет не только форму и тени, это Ли. То, что Син Ся, или в пределах форм, и обладает чувствами и обликом, это вещи. Видите, какие постулаты, да? Когда какое-то дело исполнено, в этом есть какое-то Ли. Ли есть у всего естественного Ли или искусственного. Все они обладают Ли с первого момента существования. Поэтому и говорится, что в космосе нет ни единой вещи, которая бы не имела природы. То есть Ли как природа вещи, как идея вещи. Идея вещи, природа, очень сходные вообще слова. Когда мы говорим, в чем природа человека, да? Мы скорее говорим об идее человека, причем о той идее, которая не может измениться никаким образом. Другой вопрос, есть ли эта идея. Так вот, здесь китайцы бы говорили об этом как о Ли непосредственно. Так вот, поднявшись по ступенькам, учитель Джуси продолжил. Для кирпичей этих ступеней есть ли кирпичей? Осев на стул сказал, для бамбукового стула есть ли бамбукового стула? Можно говорить, что и сушеные вещи безжизненны, но и среди них нет ни одной, которая не обладала бы Ли. Ли вещей существует еще до самих конкретных вещей. Считал Джуси. Ли это дзы данная вещь и ее предельный стандарт. У конфуцианцев дзы получает значение высшего идеального прототипа вещей. У космоса должен быть предельный стандарт, высший и всеохватывающий. Он охватывает все множество Ли вещей и является их высшей совокупностью. Поэтому он называется тай дзы, то есть великий предел. Возвращаемся уже к учению с одной стороны вот этого вот замечательного Джон Дун И, а через Джон Ду И уже к Дао возвращаемся. Упоминание Дао не случайно, если что, все это довольно-таки уже слито становится. Китайцы уже создают такую своеобразную эклектику всех учений внутри в рамках конфуцианства, что интересно, да? Так вот, все имеет свой предел. Предельное Ли. Ли, которое охватывает небо, землю и миллиарды вещей, это великий предел. То есть предел всех пределов. У мира есть свой предел, собственно. У каждой вещи есть свой предел. Это, собственно, Ли, да? Вот есть ручка, у ручки есть ее идея ручки. Это предел ручки, это И. Это Ли, короче, Ли ручки. Отдельно от вещи где-то находится. У всех ручек есть Ли ручки, конечно. Ну и у всего мира есть отдельное Ли, которое непосредственно называется в Китае великий предел. Или Тай Дзи. Тай Дзи это великий предел, если что. Тай Дзи. Вот он, вот он Тай Дзи, короче. Все в мире это Тай Дзи. Бытие, бытия. Проблема бытия в китайской философии через Дао к Тай Дзи восходит вот напрямую. Безусловно, это антология. Причем антология мира. Не антология отдельно взятого человека, но антология мира всего. А дальше пойдет антология человека и экзистенциализм своеобразный. Хайдегерианство до того, как Хайдегер вообще появился, если что. Это учение о сердце, которое мы будем изучать, но чуть позже. Давайте так. Наличие же нашего физического мира становится возможным, потому что есть ци, на которые накладываются образы Ли. То есть смотрите, как Джу Си объединил в себе концепции Джан Зая, Чен И, Чен Хао в том числе, и Джо Дун И. Объединил все концепции в себе. Вот он Джу Си. Джу Си, кстати, считается одним из величайших китайских мыслителей, если что. И его величие, ну, вы видите, наверное, ну как, это великий эклект. Величайший эклект. И у него получилось в итоге что-то очень похожее на философию Платона, на самом деле. Ну да ладно. То есть есть материя, то есть ци, эфир, первый эфир, который на все влияет, ци. Есть Ли, каждые вещи. Через Ли, Ли, образы Ли. Вот они, 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 они есть. То есть и ци, материя, она как бы вот становится в эти образы, занимает определенные места и становится вещами, соответственно. Вот такая вот интересная вещь. И все это происходит в рамках Тай Цзы, Великого Предела. Дальше нас интересует учение о сердце конфуцианцев. Основатель его Лу Цзу Юань. Он говорил, что космос это мое сознание, мое сознание это космос. Сознание есть Ли. То есть весь космос у меня вот здесь. Это субъективный идеализм своеобразный. Вот, вот, все, что я вижу, у меня вот в голове. Он полагал, что предустановленные различия природы и сознания не более, чем вербальные. Лу Цзу Юань здесь мог, кстати, многое позаимствовать у представителей школы йогачара буддийской. Поэтому его идеи не такие уж подозрительные. Он просто сформулировал идеи йогачары в терминологии конфуцианства. И его идею продолжает Ван Ян Мин. Ван Ян Мин или Ван Шоу Шэнь, Жень известный, тоже мыслитель. Он завершил и систематизировал взгляды школы учения о сознании. Когда не смотришь на цветы, они и твое сознание в безмятежности. Когда видим их, свет их сразу же проясняется. Теперь ты знаешь, что эти цветы не все, не вне твоего сознания. Но по концепции Ван Шоу Шэнь, космос это духовное целое, в котором только один мир, конкретный и актуальный, переживаемый нами самими. Сознание это ли? Как же в Поднебесной могут быть дела и принципы вне сознания? Великий человек объединяет небо и землю и мириады вещей. Он смотрит на Поднебесную, как на одну семью, а на срединое государство, как на одного человека. Те, что различают небесные формы и разграничивают себя и других, низкие люди. Великий человек способен объединить небо и землю и мириады вещей не потому, что он хочет так, но потому, что гуманность его сердца, естественно, такова. Сердце низкого человека точно так же. Он лишь сам делает его низким. Проявление сиятельной добродетели заключается в любви к людям, а любовь к людям, ну Жень, то есть, видимо, от четверок человеколюбия, состоит в проявлении сиятельной добродетели. Если я люблю своего отца, отцов других людей и всех отцов Поднебесной, то моя гуманность, ему отец, отцы других людей, отцы всех Поднебесной станут одним целым. У всех людей, плохих и хороших, природа сознания одинакова. Она не может быть полностью замутнена эгоистическими желаниями и всегда проявляется в немедленной интуитивной реакции на вещи. Все, что нужно, это без колебаний следовать велениям изначального знания. Это отсылка и к Мэнзе одновременно, и это отсылка к Модзе одновременно, и любить всех одинаково, и все станет одним, все сравняется, все станет равным. И при этом это отсылка, скорее всего, на Йогачару, и здесь объединяется еще учение Лу Цзу Юаня. Ван Шоушень тоже объединил некоторые концепты очень интересные между собой, и сформулировал довольно интересную позицию. Наиболее выдающийся мыслитель нео-даосизма такого вот периода. Мы многих не упоминаем, мы сентиментальную школу не упоминаем, потому что, ну, это перебор. Мы, короче, застрянем здесь на всю жизнь, если будем разбирать все китайские школы. Нео-даосизм, условное название, никто не называл себя нео-даосами, никто не называл себя нео-конфуцианцами, это мы, гребаные европейцы, взяли и все это придумали. Вот эта приставка нео, это от нас, они сами так не считают. Так вот, это интерпретатор даосизма. Интерпретатор даосизма, вот, он полагал, что космос находится в изменении, изменение-то сила необозримая, но безграничная, она обращает небо и землю к новому, уносит холмы и горы от старого. Но здесь тоже все понятно, он повторяет Джуанзи. Да, повторяет Джуанзи еще с Уэй, недеянием, есть Юэй, деяние. Искусственное это Юэй, естественное это Уэй, все просто. Комментарии к Джуанзи он делал и сделал их очень хорошо. Комментарии Госяна одни из наиболее качественных и сильных. А теперь давайте быстренько перейдем и рассмотрим китайский буддизм. И давайте сделаем это очень кратко, потому что в той лекции, я это копировал с той лекции, да, буддизм в Китай пришел в первом веке нашей эры, а после активно развивался, порождая новые направления, которые отличались от индийских. Все общие для буддизма понятия мы рассмотрим в лекции об индийской философии, уже рассмотрены, переходите, пожалуйста. А здесь, давайте сконтролируем внимание на преимущественно китайских традициях. Наиболее известная традиция это школа Чань. Да, это одно из самых популярных направлений буддизма, Чань-буддизм. Согласно мыслителям этого направления, первопринцип невыразимый, это отсылка к Дао уже скорее. Если я скажу то, что будет, это уже второй принцип. В записях нередко упоменяются случаи, когда ученик, осмелившийся спросить фундаментальных принципов буддизма, часто получал от Чанского наставника удар палкой или какой-либо другой неадекватный ответ. Вообще, вот эти замечательные Чань-буддисты известны своими замечательными вопросами, парадоксами. Хлопок одной ладонью, ну то есть, да, хочешь узнать, как это работает, хлопни одной ладонью. Ну, у китайцев были маленькие ручки, наверное, они вот так не умели делать, да. Для них вот этот хлопок одной ладонью был невозможен, у них такие маленькие пальчики, они вот так вот сжимали и не могли, короче, хлопнуть, да, они вот так только могут хлопать китайцы, видимо. Не одобряем такие, короче, отношения к китайцам, но я просто вот думаю, они не могли хлопать ладошками, поэтому для них это был парадокс. То есть, хлопок одной ладонью вот так подразумевает, хлопок вот так подразумевает, а теперь хлопок одной ладонью так не получается сделать. В этом парадокс. И таких парадоксов было очень много Так вот, совершенствование в школе Чаня, оно производится деятельно Вам никто ничего не будет объяснять Вы там хотите главные принципы Познать истину в истине Узнать, как там все устроено на самом деле А как только вы пытаетесь что-то узнать Учитель, короче, достает палку, достает палку бамбуковую И на по голове тебе На тебе по голове На, 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 на По голове будет принципы тут узнавать А, принципов нет И всякие такие фриковые штуки в школе Чан делались для того, чтобы, ну, человек в конце концов пришел к просветлению Ну, после, после определенного количества ударов по голове Некоторые приходят к просветлению, а некоторые в больничку, в общем, отправляли Ну, как-то так, как-то так работает Чань-буддизм Школа чистого действия, получается Вся теория до свидания Теория нам не нужна, теория, теория это плохо Главная практика Главная практика, более того, Чань-буддизм придерживался теории мгновенного просветления Эта теория очень распространилась вообще в китайской философии буддийской Важно, важно помнить, что вообще, так, индийская философия, она задлительное такое просветление Обычно была, да, особенно традиционная индийская, очень древняя То есть мы практикуем одну жизнь Здесь у нас не получилось, ну, и не должно было получиться вторую, третью, четвертую, пятую, десятую, двадцатую И через несколько перерождений мы, в общем, просветляемся Короче, архатами становимся, отправляемся уже в нирвану Все хорошо, мы молодцы, мы завершили наше приключение, да, через несколько жизней То есть для очень древних индийских буддистов даже и не планировалось, что В принципе, можно как-то обойти правила игры и просветлиться раньше Потом появились разные методы в индийской уже буддийской философии Которые непосредственно отвечали за ускоренное просветление Прежде всего это школы, сейчас Тантра, тантрическая йога Тантрическая йога принадлежит не только буддизму, следует напомнить Но тантрическая йога, она ускоряла процесс обретения просветления Но она была более рискованной, там более рискованные, более опасные методы И, соответственно, в буддизме постепенно начал возревать представление о мгновенном просветлении И даже такие представления о том, что вот однажды Будда Будда сорвал там цветок, когда считал проповедь Показал этот цветок, вот так вот передал его одному из своих учеников И ученику, когда он взял цветок, ему передалось просветление И потом этот ученик вот так вот по цепочке передавал это просветление из рук в руки так скажем от себя своим ученикам а свои ученики других ученикам вот так мгновенное претенец цветочками как бы весело-весело весело это одно из направлений буддизма так таки такими веселыми вещами занималась этом наверное просто 1 из типах мгновенного просветления когда речь идет о чане мы имеем дело тоже с мгновенным просветлением но у вас как бы палкой по голове бьют вам задают всякие парадоксы вас путают над вами издеваются вас заставляют работать чтобы один раз в жизни вас короче осенило вы такой ауч вау я понял я понял что не нужно было ничего понимать какой же я дурак боже мой как то так это работает неожиданно то есть вы много-много вроде бы работаете но но просветление будет мгновенное все время что вы работаете вы все равно как бы ну вы может даже не приближайтесь к цели но внезапно щелк и щелкну и победили чане во многом на таких методах и ну как бы паразитирует как бы сказать следующая школа которая нас интересует эта школа тянтай философия школы базируется на учениях махаяна о пустоте объединяя индийскую философию матхьямики с китайским учением о татха гатагарбхи замечу что слово татха гатагарбха она единственное это учение о так приходящим что она означает и почему в индийской философии она не задержалась татха гатагарбха как концепция сформировалась довольно таки поздно и буддисты к этому времени уже покинули индию там короче очень сложно было концу концу в общем то существование буддизма индийского только была сформулирована концепция татха гатагарбхи татха гатагарбха зародыш так приходящего то есть зародыш будды зародыш будды в каждом человека в каждом человеке есть в каждом живом существе есть зародыш будды вот то есть вот этот татха гатагарбха собственно зародыш будды у всех у меня у вас у любого и смотрящих и зародыш будды и суть заключается в том что его нужно пробудить движемся дальше вот-вот в тянь-тай школе танцай будь тянь-тянь-тянь-тай буддийской вот есть это хагатагарха в том числе так вот доктрина тянь-тай говорит о том что в одном акте сознания 3000 миров и учение о едином уме связано с космологическим представлениям буддизма прежде всего с воззрениями согласно которому каждый тип живых существ его место пребывания могут рассматриваться двояко как особый уровень развертывания сознания и как соответствующий ему мир таких миров традиция насчитывает 10 прежде всего это 6 миров сансорических существ это миры адов где живут на раке это голодные преды вот духи голодные духи при это называются животные люди асуры титанов кто-то написал глупость какая-то титанов ну бля асуров короче асуров и дэвов божеств тоже я бы не говорил здесь это дэвы так к этим мирам сансары добавляются еще четыре мира это мир и благородных личностей вот они такие это мир и шраваков мир и пройти будд мир и бодхисаттв и мир самого будды с большой буквы все эти миры присутствуют в любом другом мире то есть каждый мир находится внутри другого мира и все комбинации этих миров все совокупности этих миров дают 3000 поэтому в одном акте сознания все три тысячи миров сразу просто дальше рассматривать это не будем одна из наиболее интересных школ это школа хуаяни исходным пунктом хуаянской философии служит ее доктринальная основа образ драгоценной сети бода бога индры описанный в соответствующий сутре эта сеть была сплетена из драгоценных каменьев каждый из которых отражал все остальные камни в свою очередь отражался в других камнях в этом образе последователи хуаяни увидели метафору дхарма у мира единого и целостного универсума объясняя учению хуаянь своим ученикам фат зан основатель этой школы взял 10 зеркал и расположил их вокруг статуи будды таким образом что то статуя стала до бесконечности отражаться в этих зеркалах и в современной буддийских монастырях китая такая штука кстати делается сейчас да это наглядный пример иллюстрировал одно из четырех базовых положений хуаяни все в одном и одно во всем в каждом элементе весь мир и этот элемент в каждом другом элементе про сетиндры я надеюсь вы поняли алмаз алмаз соединение в каждом алмазе отражаются все остальные алмазы до бесконечности китайский буддизм да также нас интересует буддизм чистой земли которые в общем-то восходит будди амитабхи да от прочих буддийских школ школа чистой земли отличается тем что освобождение от сансары в ней достигалось не собственными силами а благодаря спасительной силе другого то есть буду амитабхи и и поэтому назвали школой сил другого в отличие от прочих школ школ собственных сил до необходимость опоры на силы буду амитабхи объяснялась последователями этой школы исходя из принципа угасания способностей существ в эпоху конца учения ну отсылка на калей угу здесь да согласно доктрине этой школы вся история буддизма делится на периоды истинного учения учения лишь подобного истинному и конца учения в последний из этих периодов люди уже не способны понимать сложности буддийской философии и они занимаются лишь изощренной техникой йоги единственный путь возложить все свои надежды на спасительную силу сострадания великого амитабхи амитабха это кстати вроде бы один из просветленных которые отвечают за сострадание но поэтому они надеются что он им поможет но вот такая вот вот на такой вот знаете канонический религиозный буддизм это буддизм чистой земли китайский на этом наши материалы подходят к концу китайский буддизм китайская философия они невероятно многообразно они неоднозначны в них было много течений много учений много всего что только можно себе вообразить по моему ну вам будет просто замечательно друзья если что познавать китайский буддизм еще глубже еще интереснее интересуйтесь данными проблемами читайте книжки поэтому вопрос китайский буддизм китайская философия какой же буддизм китайская философия невероятно интересно друзья я всем советую с ней ознакомиться она действительно отличается от того к чему мы привыкли хоть я обращал внимание на сходство мол ли как идеи платона да но общий массив он довольно таки отличен от того чем занимались европейцы я обращал внимание на сходство но я не обращал внимание на различия потому что они и так понятно вы видели огромное количество различий крайне рекомендую вам продолжить ознакомление уже непосредственно самим текстов много материалов много лао цзы джуанзы мензы читайте тексты интересуйтесь друзья это будет крайне полезно ну что же всего доброго спасибо вам за заказ большое спасибо шуе ппш за то что заказали эту лекцию я надеюсь она получилась несколько отличной от предыдущей ну то есть не точная копия хотя бы ее я попытался вроде бы тоже сделать обзорную лекцию но исправить ее исправить некоторые моменты ну надеюсь получилось всего доброго друзья